Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Я хочу поздравить всех православных с Рождеством, с этим светлым праздником. Хочу пожелать вам добра, мира, счастья, улыбок, в общем, всего самого лучшего, как всегда. Меня смотрят с разных стран, но большую часть, конечно, из России. Я думаю, что большую часть православных, неизвестно от того, отмечаете вы этот праздник или нет, я вас, конечно же, поздравляю с этим светлым праздником. В общем, желаю всего-всего самого наилучшего в новом году в особенности. Мы этот праздник не отмечаем, ну, обычно отмечаем, так, знаете, слегка в кругу семьи. Просто, грубо говоря, поздравляем друг друга и, ну, как бы на этом всё. Вот. Ну, а сегодня у меня будет такой домашний влог. Мы тут ездили, в общем, вы видели и на самках катались, и в кино ездили, в гости ездили. В общем, сегодня мы дома. И сегодня мои уже не хотят никуда ехать, все уже устали и ничего не хотят. Хотят провести время дома. Сейчас затеяли строительство горки во дворе у нас. Сегодня я не буду заниматься уборкой, ну, такой лёгкой. Лёгкой я всегда, каждый день занимаюсь. Вот. Сегодня у меня по плану приготовить что-нибудь на ужин. Ещё пока не знаю, что. В общем, посмотрим. И у меня вообще сегодня по плану огромное количество стирки и огромное количество глажки. Надо всё переглазить, потому что скоро уже в школу на работу. Но у меня в школе ещё каникулы у нас. И плюс у меня же ещё старший находится как бы на карантине. Мы ещё должны получить ответы анализов. Только после этого выпишут старшего. Ну, и младший тоже у меня пока на больничном. В общем, тоже будем сдавать анализы после праздников 10-го числа. Как раз пойдём. Так что мы пока у меня мальчики дома. А муж, конечно, пойдёт на работу. И надо, в общем, кучу всего перегладить. В общем, у меня целый ворох там. Вот. Ну, и покажу, что буду готовить сегодня на ужин. И также хочу вам показать свою покупочку. Знаете, это из серии «Готовьте сани летом и телегу зимой». Ну, на самом деле, я зимой тоже ношу солнечные очки. Когда езжу за рулём. У нас солнце, на самом деле, не так часто бывает. Но всё же бывает. И так как у нас в Питере такая погода. Вот вчера была минус 5. Сегодня у нас 0 градусов. И бывает, если выходит солнышко. То есть вот этот каток на дороге, он очень сильно бликует. Поэтому к очкам я подхожу, так сказать, с таким серьёзным выбором. И я тут себе заказала на Алиэкспресс. Вот мне пришло всё в такой коробочке. Всё было классно упаковано. Просто тут, видите, всякая упаковочная бумажка. Дошло очень быстро. Я не знаю, недели за, ну, максимум полторы недели. Вот в таком чехольчике. Кстати, чехол мне очень сильно нравится. Он такой, ну, как бы мягкий. И при этом очки, там ничего с ними не происходит. В общем, вот от такой марки «Фламинго». Заказала вот такие классные очки. Они с таким тёмно-синим цветом. И вот это всё, то есть сама оправа, она металлическая. Это меня очень порадовало. Потому что, ну, как бы пластик, конечно, круто. Но вы знаете, что всё-таки металлические они, ну, как дольше, может, прослужат. Не знаю. Эти очки, они с поляризационным покрытием. То есть это то покрытие, которое не даёт блики. И это очень классно ездить за рулём. Я сейчас одену вам, покажу. В общем, ссылку на этот интернет-магазин я вам оставлю внизу в инфобоксе. У них там очень часто бывают различные скидки, распродажи. И мне кажется, вот такой, ну, достаточно бюджетный, мне кажется, вариант для хороших очков. Это очень-очень-очень-очень классно. Потому что вообще хорошие очки, ну, по крайней мере, у нас в Питере, это от 5 тысяч, даже от 6 тысяч, чтобы вот с хорошими стёклами были. Ну, кто носит контактные линзы, у кого вообще плохое зрение, кто ездит за рулём, тот меня поймёт, что выбор солнечных очков – это достаточно важная история. Вообще для глаз, кстати, тоже не экономьте на очках, я вам вот так вот скажу. В общем, классные очки. И здесь вот стёкла такие, ну, то есть мне очень понравилось. Сейчас покажу, как смотрятся они на мне. Вот так вот они смотрятся на мне, мне кажется, очень-очень прикольно. Они такие, видите, из синевой отдают вот это вот. Вот, ну, мне нравится. Я люблю такую форму у меня и обычные из, ну, для зрения очки есть такой формы. Ну, похоже, только более узкие. Я как-то выставляла в Инстаграм фотографию в тех очках. В общем, если вы не подписаны на мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Но очки действительно очень классные. И у них вот это покрытие, то есть если вы заходите из света в тёмное помещение, а нету, вы знаете, вот такой прям темноты в глазах. Я очень люблю такие, ну, хорошие качественные стёкла. Поэтому вот эти очки я вам очень рекомендую. Там есть разные модели и классические, и более такие модные. Но я решила выбрать такую классику, ну, которую я люблю. В общем, буду ездить за рулём, мне кажется. Вот такие очки и какая-нибудь яркая помада. И всё, вам 100% будет уступать дорогу, везде пропускать, и никто не будет вас подрезать. Так что очень сильно рекомендую. Ссылку я вам оставлю внизу в инфобоксе. И я вчера вот хотела показать, приготовила творожный кекс. У меня остался вот такой маленький кусочек. Но он у меня небольшой, как вы видите, получился. Значит, я уже 100 лет ничего не пекла. Одно время я как-то часто очень делала кексы. А потом, ну, как-то мужу надоело, всем надоело. И я не делала очень долго. Я не знаю, года полтора-два точно я не делала кексы. Вот, и тут решила сделать из остатков, так сказать. Нашла такой достаточно простой рецепт. Просто в мисочке, значит, смешиваете творог. У меня получилось 250 грамм, то есть целую пачку взяла. У меня вот такой пескарёвский творог. Кстати, очень хороший вот этот творог. Нам очень нравится все. Вот, и сметана. По рецепту было 2 столовые ложки. Но у меня там были остатки сметаны. У меня, наверное, 3 столовые ложки было сметаны. Чайную ложку разрыхлителя. Стакан муки. Одно яйцо. И по рецепту было стакан сахара. Но на самом деле, мне кажется, стакан сахара это очень много. Я положила полстакана. И ещё щепотку соли. И чайную ложку разрыхлителя. Да, я уже сказала. И, может быть, из-за того, что у меня... А, и 2 столовые ложки сливочного масла. И вот он у меня получился, видите, такой мягкий внутри. Почти как творожная запеканка. Мужу, на самом деле, очень-очень понравился. Но он не должен быть таким. Он должен быть таким более воздушным. Я думаю, из-за того, что у меня много сметаны и много творога было. Может быть, ещё потому что сахара мало положила. Не знаю. Сверху я посыпала сахарной пудрой. И получился он такой непритерно-сладкий. И не сильно сладкий. Такой вот, ну, как запеканка. В общем, очень вкусный получился. В общем, всё эти ингредиенты я прямо закидала в мисочку. Хорошенько перемешала. Поставила на температуру 180 градусов. У меня выпекался почти час. Потому что я всё прокалывала его. И смотрела, что внутри он был немножко сырой. Вот, поэтому у меня такая получилась корочка. Достаточно, ну, как мне кажется, такая неподгоревшая. Но такая сильно подрумянившаяся. В общем, вот такой вот кекс. Но мне кажется, это, знаете, такой вариант кекса из того, что было. То есть из всяких остатков молочки, которые есть. Вот можно сделать такой кексик. Так что, так что да. Но, кстати, раньше я выпекала там всякие разные шоколадные кексы. Они у меня получались очень-очень воздушными. Но как-то я и рецепты подзабыла кекса. И не знаю. Но вот это очень хорошо пошло. Мужу прям очень понравилось. Он сказал, потом сделай мне ещё раз. И ещё хочу показать вам один такой лайфхак. Я не знаю, знаете вы о нём или нет. Но в любом случае я хочу с вами поделиться. В общем, на новогодний стол мы отваривали язык. И от языка остаётся бульон. Вообще очень много там, допустим, салат какой-то вы делаете с куриной грудкой. Куриную грудку отвариваете, остаётся бульон. У меня маме всё время было очень жалко его выливать. И где-то мы подсмотрели, по-моему, знаете, у какого-то повара, что ли, который показывал какие-то рецепты, что он вот этот бульон замораживает. Он замораживает у него такие маленькие, типа для льда, только больше формочки. В общем, он туда остатки разливает. И потом добавляет просто в какое-то мясо или суп варит какой-то бульон. В общем, мы с мамой делаем теперь точно так же. Если нужно что-то отварить, то мы обязательно бульон вот этот вот потом замораживаем. Замораживаем мы как? Вот разливаем вот по таким формочкам. Я их покупала в фикс-прайсе. Вроде бы в фикс-прайсе. Или где-то заказывала. Если честно, не помню. Вот такие для кексиков формочки. У меня мама просто вот заливает сюда бульон. Ставим в морозилку. Он застывает. Потом вытаскиваете. Вот они силиконовые. Поэтому очень хорошо всё это вытаскивается. И складываем вот так вот в пакетик. И получаются вот такие, как бульонные кубики. Вот это у меня бульон из языка. Сейчас покажу. Вот. Видите? Вот получаются вот такие вот кубики. И допустим, тушите мясо или ещё что-то. Да. Или овощи какие-то. Бросаете прямо неразмороженный вот этот кубик в кастрюлю или на сковородку. И получается очень ароматное блюдо. Очень вкусное. И не жалко выбросить бульон. Так что вот такой вот вам небольшой совет. Нужно, в принципе, в любых формочках, которых у вас есть, замораживать. И потом вот так вот в пакетик и в морозилку. Так что, хозяйские, если кто не знал о таком, возьмите себе на заметку. Мои мужчины вышли на улицу. Снег почистить. И попытно решили вот здесь вот горку сделать. Да, у нас сейчас 0 градусов, но ветер. И пёсина с ними тут сидит. Лёг. Пёсина. Ну ты мне кидай, ты лопаты тащи. Так здесь куски сначала. Нужно до лёд убрать ещё. Зато подойдёт дороговки. Ты моя кисонька. Что ты такое тут мне принёс? Игручки грязные. Что маме с этим делать? Помыть. Помыть. А где ты их нашёл? На улице все? Да. Три автобуса нашёл. Автобуса три нашёл. И вот эти хроны ты нашёл. Ужас какой. А что ты какую-то? Горку-то вы сделали? Горку-то вы сделали? А что ты какая-то, что я? Хорошо. Горку сделаю. Сейчас я всё помою тебе. Помыть? Хорошо. Вот, такую кучу сделали. Да? Лё, ну не валяйся на снегу. Там будет заливать водой. И кататься. Вот. А я сейчас варю такой суп, который, я не помню как называется. То ли рыбный рассольник, то ли рыбная солянка. Как-то так. В общем, здесь у меня варится сейчас рыбка. Я знаю, что нужно разные виды рыбы, но я делаю маленькую кастрюлочку, поэтому у меня здесь из форельки хвостика голова. И здесь я делаю зажарку. Здесь у меня морковь, лу, и болгарский перец красный свежий. Потом буду добавлять сюда томатную пасху. У меня вот такая кубавочка, вот сюда добавлю. И здесь у меня, как это называется, пассируются маринованные огурчики. Вот у них уже водичка выкипела, точно буду выкручать. И потом отсюда достану рыбу, отделю от костей и все сюда вместе соединю. Вот я разобрала рыбу, но у меня тут мясо, конечно, совсем чуть-чуть получилось. Все уже соединила в бульон, добавила картошку, рыбу сейчас добавила. И буду добавлять вот зелень, чуть-чуть лимончика и оливки. Оливки, конечно, нужны черные, но они красивее будут смотреться. Но у меня только вот такие есть, поэтому я парочку взяла. Я их вот так вот режу всегда. Некоторые их оставляют целыми, но я всегда режу. Ну, так, не знаю, меня больше любят. И еще в суп я добавила картошку. Мне почему-то кажется, что в оригинальном рецепте картошки нет. Не знаю, плавровый листочек, а еще у меня перец с горошком пару штучек. Но у меня кастрюлька маленькая, она тут, по-моему, на 2 литра всего. Это у меня суп для взрослых. У меня дети не едят такой суп. И еще его я вообще рассольник очень, кстати, рекомендую после праздников, застольев. Говорят, восстанавливает организм. Так что имейте это в виду. Но у меня сегодня на рыбе такой. Вроде бы это рассольник или солянка называется рыбная. Вот я, честно слово, не помню. Ну, вот так вот я делаю. У меня вот такой вариант, скажем так. Потому что, ну, у каждого, мне кажется, по-разному. Кто-то кладет болгарский перец, кто-то не кладет. Я не всегда, кстати, такой суп кладу в болгарский перец, только тогда, когда он у меня есть. И еще сварила вот такой компотик из того, что было. В общем, у меня по чуть-чуть оставались различные заморозки. Здесь у меня и груша, и клубника, в общем, все, что осталось. И немножко бруснички, в общем, и сливу я сюда положила, желтую замороженную. В общем, все, что осталось. И сахара я добавляю немного. То есть он слегка-слегка сладкий. Потому что еще и, ну, вот клубника, например, сладкая, слива сладкая, груши сладкие. Поэтому так, буквально немножечко добавляю. Вот, у меня такое очень любят домашние. Все, кроме младшего. Вот такой вот получился супчик. Еще под конец добавила вот лимончик с зеленью и вот с этими оливками. Вот красивее будут смотреться черные оливки. Ну, с косточкой, без косточки. Я просто их нарезаю, поэтому мне нужно без косточки обязательно. В общем, вот такой вот вкусненький получился. Но это нам на завтра. Вот. И сюда должно быть побольше рыбы. Ну, у меня вот сколько было, что называется. Но он очень такой вкусный, ароматный. В общем, вот такой суп у меня получился. Кто, кстати, знает, как это правильно называется, солянка или рассольник рыбный, напишите мне в комментариях вообще, может быть, это какой-то... Ну, он у меня видоизмененный. То есть немножко в оригинальном рецепте, по-моему, все было по-другому. Я, честно, не помню. Но вот я делаю таким образом, и получается очень-очень вкусно. Сделала еще немножко вот такого салатика из того, чтобы у меня нет огурцов, закончились. И заправила вот таким льняным маслом. Я его покупала в ленте. По-моему, показывала его или нет, я уже не помню. Но вот это очень вкусное, очень ароматное, вообще классное масло. Это, по-моему, у нас... Это украинское масло, но оно очень классное. Такое же есть в такой же банке не льняное, а обычное. Ну, это такое, которое семечками пахнет, знаете, тоже украинского производства. Тоже очень мне нравится, очень вкусное. Когда вижу, обязательно покупаю. Так что вот такой вот салатик. Ну, в общем, тут у меня помидорка, чуть-чуть морковки, листик. Немножко вот такого салата. У меня было зеленушки немножко. В общем, чуть-чуть салатик на ужин. Нормально будет. И на ужин я сейчас буду готовить кольца кальмаров. Вот такие вот я покупала в ленте. Ну, у них вот не совсем кольца, разные попадаются. Я их разморозила. Размораживаю всегда в дуршлаге, чтобы лишняя водичка спускалась. И делаю я следующим образом. Просто беру вот это кольцо, немножечко в муку. Потом в яичко подсоленное, стыка. Я добавляю сюда вкусную соль. И в панировочные сухари. И бросаю на сковородку вот таким образом. И жарю на масле. Можно побольше масла добавлять, но я стараюсь немного. Вот такой вот у меня у нас будет ужин. Ну, детки у меня не едят такое. У деток будет другое. У него мяско с этим, с макарошками. А это взрослым. Ну, в общем, вот так вот я делаю. Вообще, это хорошая закуска к пиву. Но муж меня любит просто есть. То есть, он будет это кушать в качестве мяса, скажем так. Вот так вот выкладываю. А на гарнир я отварила кускус. Варю его, кстати, обычно, как пишут в упаковке. То есть, вот здесь вот кипящую воду засыпать две части воды на одну часть крупы. Накрыть крышку, варить одну минуту. Снять с плиты и дать настояться до полного впитывания воды. Я добавляю сюда сливочное масло всегда. И потом, чуть-чуть попозже, я все это еще посолю и перемешаю. Вот такой вот я, кстати, покупаю кускус. Это у меня уже вторая упаковка. И кольца кальмаров, их не нужно сильно долго жарить. То есть, чуть-чуть подрумязывались, перевернули. И все, и они готовы. Вот я пожарила. И вот так вот они выглядят. Очень аппетитно. Ну, они, видите, такие, где кольцами, где не кольцами получается. И к этому вообще блюду еще подают чесночный соус. То есть, майонез с чесноком и зеленью. Но я такое делать не буду. Просто с кускусом. Муж у меня с удовольствием и с салатиком. Мощным, с удовольствием подъезд. И вот такой вот у меня получается вкусный ужин. Я себе всего по чуть-чуть положила. Вот такая у меня тарелочка. Но все очень вкусно и аппетитно выглядит. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. В общем, вот так вот сегодня прошел мой день. Но он еще не закончился. Я пойду сейчас гладить. У меня целая гора. А просто, я бы сказала, горень глажки. Вот. На рубашке и все остальное. Но я уже говорила вам. Вот. Обязательно напишите мне, как называется этот суп, который я варю. Я его варю не первый раз уже. Но не часто его делаю. Потому что у нас только взрослые его кушают. А дети у меня не едят. Они рыбу вообще, в принципе, не любят. Хотя рыбой особо этот суп и не пахнет. В общем, сейчас пойду гладить. И на сегодня я буду заканчивать этот влог. Я надеюсь, он для вас был интересен. Не забывайте подписываться на мой канал. Оставляйте комментарии. Всех люблю. Целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok